Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Ля Минор. Меня зовут Ксения Стриж. В эфире программа «К нам приехал». В гостях у меня сегодня автор-исполнитель Елена Фролова. Охватила голову и стою, что мне людские козни. Охватила голову и пою, на заре, на поздней. Ах, неистовая меня волна подняла на гребень, и я тебе пою, что у нас одна, как луна на небе. Что на сердце вороном налетев, облаково онзилась, горбоносую, чей смертелен гнев. И смертельная милость, милость, что иначе рвонным моим кремлем свою ночь простерла. Что пиву чинегаю, как ремнем, не стянула горло. Ах, я счастлива, никогда заря не сгорала чище. Ах, я счастлива, что тебя даря удаляюсь нищей. Что тебе, чей голос углубь омгла, мне дыхание сузил. Я впервые именем называла, цароскосельской музы. Охватила голову и стою, что мне людские козни. Охватила голову и пою, на заре, на поздней. На заре, на поздней. На заре, на поздней. Так неожиданно, акапельно, без музыки. А что это за песня? А это стихи Марии Цветаевой. Вот ты любитель, да. Любитель, да. У тебя целый же альбом там такой большой. Не один, да, это целая жизнь уже рядом с... А что, вот чем тебе нравится Цветаева? Вот чем она нравится тебе? Энергии своей. Она же такая очень, мне кажется... Ну, я не знаю, когда я читаю Цветаеву, вот из меня силы уходят. Да, а мне наоборот приходит. Серьезно? Да. И более того, не только сила, но там еще творческая энергия есть. Есть такие поэты, которых читаешь, закрываешь книжку, и вдруг что-то, ты понимаешь, что дальше продолжается, но уже... А как ты для себя открыла ее? Что произошло? Это же не может быть... Это же такая поэзия непростая. Это не может девочка прочитать там в 11 лет. Может, в 15, в журнал «Крестьянка». Серьезно? Или «Работница» какой-то. Я была, да, в гостях у своих бабушки-дедушки. Они вот выписывали какой-то из этих журналов. И в то время публиковали, там была страничка такая. И вот одна из первых публикаций, и сразу... И даже я тогда уже училась играть на гитаре, одна из первых песен как-то сразу написалась. И она меня взяла за руку и повела. Мне кажется, что вот как раз о том, о чем мы говорили, а пусть это для вас будет секретом в грим-уборной, о проводниках. Вот, что как раз поэтам такого масштаба, потому что вера в мои идеалы не мешает мне уважать веру в чужие. Вот, Цветаева, она не моя, но я понимаю, что это гениальная женщина, конечно, гениальный поэт. Туда должен быть какой-то проводник, и вы должны раскрыть эту поэт. Да, мне кажется, наоборот, для меня она сама проводник. Ну, это, я думаю, что в судьбе у каждого человека есть вот свои такие подключения. Что сегодня ты принесла? Я имею в виду из песен. Что мы будем сегодня слушать? А ты будешь... Ну, в основном поэзию, русскую поэзию. Вот, Цветаеву. Музыка, разумеется, Лены. Вот, и что-то, какие-то песни свои, да? Ну, да, я думаю, что пока хватит, потому что всего много, надо что-то выбрать и на чем-то остановиться. Что хорошего происходит в театре? Ты же в театре по себе. Да, да, да. В театре много чего хорошего происходит. Во-первых, сам театр. Сам по себе это такое удивительное место, потому что это маленький театр. Там же совсем немного, вот так сказать, штатных-то людей, по-моему. Да нет, нормально. Для маленького театра это же пол бывшего кинотеатра. Ну, да, да, да. Территория маленькая, но, тем не менее, там несколько уже таких, там же поставленных таких штатных спектаклей. В основном у нас такой главный режиссер Иван Поповский, ученик Фоменко. И он ставит музыкальные спектакли. Один на французском, на немецком, по песням о Куджаве. Ну, в общем, там есть что-то смотреть. На французском, на немецком, и что, много ходит людей? Конечно, всегда на шлаге. Серьезно? Да, конечно. Но еще на французский, там еще можешь понять, на немецком языке. Почему? Шуман и Шуберт на немецком языке. Да? Конечно. И прямо они просто... Это просто красиво, или действительно люди понимают, о чем речь идет? Ну, я думаю, что это, в первую очередь, красиво. Но я думаю, что и иностранцы ходят. А потом, ну, не знаю, Шуберта, песни Шуберта как-то принято слушать на немецком. Немножко странно было бы слушать его песню на русском. Да, да. Мы уже слушаем музыку. Это, кстати, уникальный случай вот с его песнями, когда действительно вот есть отдельные шедевры, которые, ну, существуют как шедевры. А, в общем-то, это существует как цикл какой-то. И мы уже воспринимаем это как классику, как музыку Чайковского. Даже забываем о том, что там есть тексты, и, кстати, очень неплохие тексты. Ты здорово занята в театре или нет? Вообще-то, я в таком свободном режиме, я очень свободолюбивый человек. И в связи с этим как бы так организована моя жизнь, что я просто делаю там свои программы. То есть вот в спектаклях ты не участвуешь или участвуешь? Ну, как-то я в каких-то наших общих таких перфоменсах, скажем, да, в каких-то там праздниках или каких-то вещах таких, да, участвую. Но в спектаклях нет, потому что я очень много езжу. И это все-таки какая-то основная моя история. Редкий человек сейчас может этим похвастаться, что много предложений. Мне кажется, все братья Барды просто это же просто бродяги. Все даже весьма востребованные до прошлого года, вот, говорят, что нет, не то, что прямо сидят зубы на полку, да, вот, а очень, ну, ощутимо сократилось количество там концертов, приглашений, поездок. Ну, это просто, что касается коммерции, просто я изначально по определению некоммерческий человек, поэтому мои повестки, они некоммерческие, как правило. Это просто какие-то ли фестивали, или уже едешь к друзьям, или на какие-то такие мероприятия, которые связаны вот именно с дружескими. То есть ты не гастролер, ты путешественник? Ну, я бы так не сказала, просто уже так судьба сложилась, что я уже даже не на колёсах, а на крыльях почти всё время в небе, и я думаю, что, наверное, так должно быть пока, во всяком случае. У меня в руках, конечно же, программка, как это водится на наброшенных песен в каком-то определённом порядке, на крыльях человек с гитарой, поэтому можно как-то импровизировать, поэтому я не буду, как обычно, объявлять песни, а просто вот что тебе хочется сейчас понастроить, то и пой, может быть, это как раз то, что стоит у нас под вторым номером. Да, мы так и сделаем, потому что, если идёт разговор о дороге, Марина Цветаева, в общем-то, хорошую часть своей жизни прожила в эмиграции, где-то там, в нигде, собственно, в дороге. Вот одно из её стихотворений, которое было написано как раз в момент её отъезда из Москвы, в общем-то, в никуда. Я неутренне, поздне, вечерня, крепко стукана, неприручена, жарко сватана, в жёны не взято, я, дорога твоя невозвратна. Много пытанная, чутко слуханная, ссорка слеженная, неудержанная, Уж закачена, плачем ливня, даром трачены звонкие гривны. Даром продана мощь черноземная, я, хвороба твоя, неудремна. Твоя тайная грызь, твоя тайная грусть, бесхозяйная жизнь, окаянная Русь. Вечно из дому век мимо дому, от любезного в лес к дорогому. Берегись, простота светлоруса, из-под пола за птицей уравульса. Вон за ту, вон за даль, вон за ту, вон осень, вон за ту, вон за сквозь, криво в нос, крылья в рост. Вон за ту, вон за даль, вон за ту, вон за сень, вон за ту, вон за сквозь, криво в нос, крылья в рост. Эй, хорошая, не довелась, разворочена, просто волоса, лжемариною в сизой гряды, Я, княгиня твоя, безоглядна. Не гордыня ли, не одолена твоя, не молена твоя, провалена твоя. По целковому альтона брата, колесом она нераспозната. Не дорога, мечта твоя, сон, не дотрога твоя, не обгонна. Не дорога, мечта твоя, сон, не дотрога твоя, не обгонна. Не обгонна. Вон то дерево, вон то зарево, вон то курево, вон то марево. Вон то дерево, вон то зарево. Вон то курево, вон то марево, вон то дерево, вон то зарево. Вон то курево, вон то дерево, вон то зарево. Вон то курево, вон то марево. Вон то дерево, вон то зарево, вон то курево, вон то марево. Раннее утреннее, позднее вечернее, Крепко стуканно, неприрученно, Жарко сватано, в жены не взято. Я, дорога твоя невозвратна, Вон то дерево, вон то зарево, Вон то курево, вон то марево, Вон то дерево, вон то зарево, Вон то курево, вон то марево, Вон то дерево, вон то зарево, Вон то курево, вон то марево, Вон то дерево, вон то зарево, Вон то курево, вон то марево, Вон ту дерево, вон ту сад, вон ту кури, вон ту мак Дерево, зарево, кури, мак Дерево, зарево, мак Глена, специально пишешь такую музыку, которую напеть нельзя Потому что ведь что барды любят, когда их песни, да хором, да поют, да люди Это же есть такая популяризация, что ли, народ любит Вот эту песню ведь никто же не споет вот так вот просто за столом-то в компании Да барды разные бывают, просто ну как-то на плаву Конечно то, что нравится такой большинству середин Естественно, чтобы можно было Нет, это тоже хорошо, петь вместе Я же участвую в этом проекте песни нашего века И я чувствую, что людям это нужно Потому что мы вообще такой народ соборный А сейчас как-то нас жизнь очень поразбросала Ну как-то так, какие-то стенки между нами В связи с тем, что, может быть, мы пытаемся быть похожими на то, как живут там, где-то за границей, так обособлено Так это не только среди бардов, это просто среди людей такая история Ну да, 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 я об этом и говорю Поэтому, когда люди собираются на концерте и вместе поют, что-то им теплее просто становится Поэтому это хорошо Это правда А здесь просто песни как бы с другим посылом Они греют по-другому, да, с крыльями сверху К нам дозвонился кто-то Здравствуйте Алло Алло Да-да, здравствуйте, говорите Добрый вечер, Ксения Ирина, город Москва Значит, здравствуйте Удивительная Здравствуйте, Ирина Вы, конечно, не говорите Пропадаете, Ирина, 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 пропадаете Как-нибудь Вы ни на кого не похожи В принципе, не пытаетесь быть похожи Вы сама по себе Вопрос такой по поводу цитарского творчества Снимая все шапки, которые есть За ваше творчество Не замерзните Скажите, как Не берете ли вы на себя часть вот этой ноши Которую Таша Светаева, моя любимая Как бы несла на себе Исполняя их песни Каким образом вы легко несете их Вот если Ну понятно, насколько влияет на На жизнь Да-да-да, спасибо, Ксения Спасибо, спасибо вам за звонок Спасибо, просто не очень хорошая связь Да, ну связь может не очень хорошая, но вопрос Очень точный Потому что на самом деле естественно Когда прикасаешься к поэзии И прикасаешься сердцем То эта энергия Ты уже связан с этим Я не знаю, каким образом Там я несу или несу Естественно, я не беру на себя никаких Вот этих, так сказать Проповеднических или не дай бог Там чего-нибудь Я просто живу, как живу Но то, что это влияет на судьбу Это безусловно А если бы это было не так Судьба-то трагическая Я имею в виду А у какого русского художника Она не трагическая И более того, если она не трагическая Это уже не судьба русского художника Мне кажется, что Естественно, потому что ты берешь Цветаева берет Ношу народа Как бы судьбы народа Естественно Вся ее судьба Вся ее жизнь Это как бы просто слепок С того, что происходило в нашей стране Как и каждого Ахматова На самом деле я вообще Даже вот просто о том, что Что рядом Наши современники Ныне ушедшие Которых мы застали Актеры, писатели Естественно, когда смотришь Какие-то документальные фильмы Благо их сейчас очень много Хороших, таких качественных Которые открывают Какие-то занавес Этого человека Видеть, которого мы привыкли В образе Вообще нет счастливых Людей среди творческих Такое ощущение Вообще я не могу сейчас Взять Я не знаю С 18-го Там 17-го Не знаю Какого века И вот до вчерашнего дня До прошлого года Там, грубо говоря Вот все Кого послушаешь Ну все они несчастные Всех у них Через пень колодуш Что-то Такое ощущение Что вот если ты К творчеству прикасаешься Ты проклят Нет-нет Я просто думаю Что у нас многие вещи Как бы там Есть Ну стереотипы Что такое счастье Да Счастье Это семья Там счастливая женщина Которая дети Там значит Все там Муж, который любит Заботится Счастье бывает разное Я думаю Что Цветаева не могла жить Ни секунды Без вот этого Ощущения Себя в потоке И поэтому она писала И это было главное Она не могла жить Естественно без своей семьи Она не могла оставаться одна Но это другая ее история Скорее это ее несчастье А счастье ее было там Где она находилась Просто она пыталась Совместить несовместимые вещи И отними у нее творчество И оставь семью Вот это был бы несчастный человек Просто творческий человек Которому вот Что-то привязали Здесь какой-то проводник Или сюда Или как Не знаю Кому куда Вот просто Ты открываешь для себя Какие-то такие вещи Которые в принципе В реальной жизни Вот например На сцене Или во время Когда какая-то Вдруг рождается песня Вот эта волна Они ничем не сравнимы На самом деле да Это же такая Обывательская точка зрения Да По большому счету Потом когда Разыски Там А ты А что там А вы там Там Не мужа там Не детей Там тоже Какие-то были проблемы Там я не знаю Творческого поиска Там еще чего-то По большому счету Что-то вообще А человек-то был В этом смысле Счастлив Это действительно Потому что Отними у него Это другое И дай ему Обыденное Обыденное Вот это вот то Что называется Как у всех Да Как у людей Да Как у всех Вот Это уже Тогда бы о нем Мы не делали Фильм Нет Просто я думаю Что и в истории С другими поэтами Опять же Как антипод Цветаева Ахматова Все время Но действительно В этом что-то есть Вот Ахматова У меня очень близка А вот это люди Как бы Дело в том Что одно без другого Не существует Это все Россия Это все Судьба Вот русского художника Вот один остался Здесь Другой там И у Ахматовой Тоже в общем-то Как-то не сложилось Личная жизнь Хотя она ее пыталась Складывать И уши Настолько любвеобильные И та и другая Да Но просто Когда человек Пытается жить честно С тем что внутри То естественно Какие-то вещи Не совпадают Естественно Человек становится Автоматически неудобным Под стереотип Неудобным Под стереотип Не кладывается А потом ты прикасаешься Каким-то таким вещам Что вот просто Быть уже Мало А были какие-то песни Точнее стихи Которые Ведь Вся Цветаева Не поверю Чтобы она вся пелась Она вообще Песенная Суть песенная Даже когда Белый с ней Вот как раз в Берлине Вот стихотворение Связанное с уездом Как-то Вот как раз в Берлин И там была встреча Знаменитая С Андреем Белым И для него Это было такое откровение Потому что Как-то в России Он не разглядел И я тут Они действительно Встретились Как два поэта На той высоте И он сказал Что Что я считаю Что ваши стихи Вы главная Песельница России Вообще У нее очень Вообще Из русской песни Растет Вот эти Во всяком случае 22-го года 23-го года Стихи Они все Связаны Вот с Вот этой Словесной Даже энергии Русских Белин Русских Песен Вот Какой-то Мелодической Такой Она все Поется Почему Абсолютно То есть Ни разу Ты не сталкивалась Ни разу С тем Что Вот Классное Стихотворение Твое А вот Музыка Не идет Просто должна быть Разная музыка Вот Бродский Всегда был против Того Что более того Он там Даже свои стихи Перестал напевно читать В какой-то момент Он категорически Был против того Чтобы они пелись А тем не менее Если стих не звучит Все-таки Вот это Древнегреческое Что из одного корня Движение Мелодия И Слово Да Вот Все это Создает смысл Оно никуда не делось Оно там внутри стиха и осталось Если стих Не звучит Не пропевается Даже внутри А естественно Если внутри пропевается Это уже проза Нет А проза Если она не стихотворение То тоже не проза Она тоже по законам стиха живет Да Просто как бы Чуть-чуть Другие Удлиненные какие-то Другой чуть-чуть стиль Поэтический Поэтому то Что Чехова назвали поэтом Абсолютная правда Ну Правда 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 Это правда Но я думаю Что И толстой поэт Я думаю Что кандидат В президенты Соседней Украины Все-таки Здесь Не это имел ввиду А то что Нет Я думаю Что найдутся люди Которые Чехова споют Почему нет Кто бы сомневался Никитин уже даже сделал что-то Не здесь Где связано Связано Да Это тоже стихотворение Марин Цветаевой И вот Примерно Из того же времени 22-й год Соседней Украины Соседней Украины А там, где велен Не здесь Где лазари Бредут с постелями Горбами вьючными Соседней Украины А щепень дни А щепень дни Здесь Здесь Нет Рученики Тебе Моей Не здесь Где скривлена А там Где вправлена Не здесь Где с крыльями Решают Решают Саблями Где плоть Горло Стоя На нас Новей Здесь Нет Ударственной Тебе Моей Горбами 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 Здесь нету вотчины тебе, моей, И не огрянется жизнь круто-провода. Здесь нет свидания-цад, здесь только проводы, Здесь слишком спутаны концы ремней, Здесь нет утренней тебе, моей. Не даваться чистками, райскими кущами, Не здесь, где взысканно, там, где отпущено, Где вся расплеснута, измена дней, Где даже слов-то нет тебе, моей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У тебя такой классный голос. Мы с тобой виделись, я помню, на одной из радиостанций, по-моему. Да, но было это очень-очень давно, на самом деле. Поэтому я запамятовала, а может, кто-то из зрителей телеканала «Ля Минор» и не знал вовсе, и не знает вовсе. Я знала, ты забыла. Вот, по образованию что ты заканчивала, кто ты по профессии? Ну, это вопрос такой, для меня смешной. Потому что по образованию секретарь-машинистка... Какая прелесть. Ну, я ничего не заканчивала. Получилось так, что я собиралась поступить. Один раз не поступила, второй раз не поступила. И как-то так, как это было время, когда были фестивали, я там на один фестиваль поехала на другой, туда меня пригласили сюда. И зафестивалилась и не поступила? Да, нет-нет-нет, не в этом дело. Просто не взяли меня по разным причинам, потому что как-то не того профиля набирали. А куда ты собиралась? Ну, я в основном как-то в Питер, потому что я родилась, выросла в Риге, и как-то мне этот город был по дороге ближе. Вот, и сначала я поступала в училище Мусоргского, потом в Лгитмик тогда еще. Вот, и ни туда, ни сюда не получилось, потому что там набирали чего-то, какой-то ансамбль, здесь набирали тоже в какую-то другую историю. Ну, как-то так получилось, что в этот момент я услышала Елену Камброву, с ней познакомилась, и я уже начала ездить со своими концертами. И, в общем, как-то я думала, что сейчас все это закончится, я так пойду как-то поучусь чему-то, и сама жизнь. Обалдеть. Да. А я к тому, что вот голос, это просто природно, или ты все-таки брала какие-то уроки, занятия? Ну, нет, я чуть-чуть занималась, мне какие-то вещи подсказывали, естественно. Потому что у тебя же весьма сложные песни, имеется в виду, вот ставится даже не столько голос, сколько дыхание. Вот, если говорить о первой песне, с которой вот начала нашу сегодняшнюю встречу, которую ты без аккомпанемента пела, она же весьма сложная по дыханию, там по... Да, мне кажется... Нет? Нет, я просто думаю, что есть какие-то вещи, которые внутри живут, и просто какие-то педагоги, с которыми я встречалась, ну, не так много, надо больше, конечно. В любом случае, это нужно как к доктору ходить, к педагогу по вокалу. Вот, но они мне подсказали, помогли, и голос как-то нашел свой путь. Чуть-чуть, да, да. А дальше практика, 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 практика. Ну, а в принципе, ну, действительно, находясь еще с молодых ногтей, можно сказать, с Камбровой, вот в этом окружении, и находясь в театре уже, сколько лет в этом театре? Много, я с 89-го года. О, так это же, естественно, уже... Да, 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 дыхание уже поставлено. Да, 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 да. Утешительница боли, следующая история. Да, это стихотворение Софии Парнок, тоже поэтессы Серебряного века. Мою жизнь вообще весь Серебряный век вошел через Марину Цветаеву, через ее эссе, она очень много писала о поэтах, и с таким жаром, что, естественно, не обратить внимание на этого поэта, о котором она говорит, невозможно. Ну, в истории с Софией Парнок она ничего не писала, более того, предпочитала об этом как-то не говорить, но, тем не менее, есть знаменитый цикл «Поэтические подруги», который ей посвящен, и в судьбе Марине Цветаевой это такой человек очень важный, на мой взгляд. И, на самом деле, очень интересный поэт. Я думаю, что сейчас как раз заново пересдался ее сборник в «Аги», в издательство «Аги». Так что всех, кому понравится песня, есть возможность почитать стихи, да и интернет есть. София Парнок. Утешительница боли, твоя рука, Белотелый цвет макной, твоя рука. Зимним полднем постучалась ко мне любовь и держала мех с собой твоя рука. Ах, как бабочка на стебле руки моей, Погостила миг неболи твоя рука, Но зажгла, чтоб потушили враги ее, И чего не побороли твоя рука. Всю неистовую нежность сожгла во мне, О, царица своей волей, твоя рука, Прямо на сердце легла мне, я не ропщу. Сердце это не твое ли твоя рука, Прямо на сердце легла мне, я не ропщу. Сердце это не твое ли твоя рука, Утешительница боли, твоя рука, Белотелый цвет макной, твоя рука. Зимним полднем постучалась ко мне любовь И держа на мех с собой твоя рука. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Елена Фролова, сегодня гостья программы, к нам приехал. Что касается дисков, сколько их у тебя на сегодняшний день, альбомов? Ну, около тридцати. Чего себе! Да, я в этом смысле как блины их пеку. Ну... Обалдеть! Так получилось. Тридцать. Ну, около. Это больше, чем тебе лет. В этом смысле. Ну, спасибо. А за какой промежуток времени? Ну... Вообще вот так вот, если мы сегодня отмечаем творческий юбилей Елены Фроловой, сколько лет на сцене? Ну, наверное, с 97-м года, да. Так вот. То есть это совсем... 97-й, это же совсем недавно. Ну, в общем, относительно, да. Учитывая то, что если в 88-м ты познакомилась с Камбуровой, я думаю, ты уже там и пела вся вовсю там и так далее. Да, но просто... Но не выпускала. Да, возможностей как бы не было. Ну, и сейчас как бы, ну, как возможность... Если ты хочешь, то она появляется, возможности, естественно. Если есть что сказать. Просто так получилось, что мы с моими друзьями, вот такими же бардами, как я, которые любят поэзию, собрались в такую, как бы, компанию, которую назвали «Азия плюс» студия камерной поэтической песни. И, в общем-то, мы сделали серию таких дисков «Библиотека поэзии и музыкальной редакции». Да-да-да, у меня есть несколько. Да-да-да. Томиков, томиков есть. Да, и как-то так, вот такой своеобразный попытка прочитать вот так вот, музыкально, да. То есть там нет такого пафоса, что я там написала музыку на стихи. Я так пропела, потому что это естественно, когда поэзия звучит. Вообще удивительно, редко могу встретить человека, который вот именно получил образование с самообразованием, по большому счёту. Бродский. Вот, ну, хорошая компания. Не дурная компания. Нет, ничего хорошего для себя, но Бродский в этом смысле. Потому что вот так вот, по большому счёту, там, я не знаю, так встретив в какой-то компании, например, да, там, за какой-то беседой там и так далее, я просто подумала, вот он, вот он, вот это филолог или, я не знаю, историк или филолог там и так далее и так далее. А как можно себя взять и заставить это изучать даже в данном случае вот поэзию Серебряного века, да. Вот. Это же как-то, ну, я не знаю, в институте просто есть, например, список каких-то книг, которые ты, может быть, в жизни бы твоя ручонка туда не потянулась бы, но тебе раз, и ты для себя открыл там или отбросил, неважно. Да, но хотя бы минимум тебе дают маячок, вот это вот, вот это, ну, как-то, да, вот в какую сторону двигаться, и потом ты дальше можешь углубляться в этой стороне или нет. Как в библиотеке тебе рассказали, здесь то, здесь всё, здесь всё. Да, 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 а так ты приходишь, стеллажи, стеллажи, и что, о, много книг. И пыль. Да, 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 и куда мне идти? В какую сторону? Вот у тебя был какой-то такой проводник опять? Мы сегодня вокруг этого слова всё прыгаем. Ну, вот проводник для меня всё-таки цветаевый. Когда начинаешь чем-то интересоваться, я вообще считаю, что движущая сила моей жизни – это страсть. Когда вот происходит какая-то встреча с человеком, или вот со словом, или с судьбой, да, очень часто мы реагируем на судьбу поэта, да, вот что-то услышали, увидели, и начинаем… Как интересно, да, да, да. То есть вот когда вдруг происходит такая встреча, то есть что-то такое как-то вспыхивает, и начинает тебя вести, вести, и дальше ты уже вот погружён, вот как… Я только со страстью это могу сравнить. И вообще, к сожалению, в моей жизни, если что-то происходит, только через это чувство. Так это же прекрасно, это самое лучшее. Да, если её хватает. Какое мерзкое слово «любовь». Любовь. Она какое-то неприятное слово, вот серьёзно. Нет, так смотри, как произнести. Нет, всё равно, любовь, страсть, она какая-то, не знаю… Ну, тоже её можно произнести так, что будет кому-то неприятно. Ну, я не знаю, я считаю, что вот страсти, она двигает вообще, вот, я не знаю, всем-всем-всем. Ну, и в разные стороны причём, да. Да-да-да, она рулит, но это… Это есть предмет интереса, вот что может вызвать интерес к чему-либо, это вот если оттуда идёт какая-то страстность. Да, мне кажется, что вообще это такая энергия, которая, во-первых, естественно, суть жизни, но она может даже связать и с тем миром, который, мне кажется, тоже живой, только по-другому. Ну, да, естественно. То есть там он как бы существует, даже вот так, скажем, дело не в жизни. Жизнь – это, в общем, как-то она относится к этой реальности. А то, что там существует и происходит разговор, если ты настраиваешься, да, и как-то с тобой каким-то образом общаются, я не говорю же, голоса. Нет, ну, какие-то вот ощущения, что да. Зато нас бесы услышат не надо. Ну, да, почему бесы, а может быть, наоборот, хорошие люди. Ангелы слышат мысли, а слова слышат бесы. А поэта, который там находится, неужели же они? Да. Мне кажется, что всё не так просто. Ой, как страшно! Зимняя свадьба. Иосиф Бродский. Я вышла сам уж в январе, Толпились гости во дворе, И долго колокол гудя, В той церкви на горе. От алтаря из-под венца Видна дорога в два конца. Я посылаю взгляд свой вдаль, И не вернуть конца. Церковный колокол гудит, Жених мой на меня глядит, И столько свеч для нас двоих, И я считаю их. Я вышла замуж в январе, Толпились гости во дворе, И долго колокол гудя, В той церкви на горе. Играет музыка. Играет музыка. Я, конечно, понимаю, что ты человек свободолюбивый, как ты уже, да, сама сказала. Вот, это видно во всем, даже в стиле как ты одеваешься, прямо такого свободного художника, да. Кстати, не хиповала никогда, потому что такие отголоски, именно движение хиппи. Нет, 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 ну, сочувствующий. Да, 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 потому что вот это все сразу свой-своего он так увидит. В общем, понятно, такой какой-то совершенно непонятная история, когда вот можно род занять и определить по тому, как человек одевается абсолютно точно. Да. Серьезно, в разных, там, можно сразу видеть, там, музыканта, техника или гуманитарий, вот сразу видно, о чем-то я даже не могу сказать про какие-то атрибуты, как очочки там или там нарукавники, как это было давно-давно, вот, а не знаю, во взгляде, в какой-то вот слишком аккуратности или наоборот небрежности продуманной, вот почему-то сразу видно, к чему, к какому профсоюзу человек имеет. Да, не то, что лет 20-30 назад, да? Да, да. Когда все примерно одинаково делались? Да, да, да. Чтобы разглядеть человека? Сейчас это все четко видно. По-настоящему или он хитрит, или он притворяется, хочет втереться в эту ситуацию, на самом деле все не так. Ну, то, знаете, у... Вообще сейчас время таких аксессуаров, мелочей, время. У Елены Казанцевой есть замечательный айфоризм, есть такая у нас. Да, да, да. Меня встречает по уму, а провожает почему? По поводу одежки. Да, да, да. Так вот, тем не менее, смотря на свободу любивости на туры, все равно, наверное, ведь куда-то ходила на работу? Вот хожу в театр Камбровый. Сейчас да, а до театра? До театра? Ну да. Только не говори, что ты была машинисткой. Не, ну было один год, да. Я отрабатывала, честно. Ну, это, видимо, по распределению. Там же курсы эти... Ну да, бедные те люди, которые меня приняли на работу. С трудом могу представить. Ну, ничего, потерпели. Я им очень благодарна, на самом деле. Правда, это было на телевидении, кстати говоря. А, ну это уж полбеды. Ну, как-то тогда. Меня как-то сочувствовали. Надо сказать, что мне с людьми всегда везло. И ангелы сверху были, и как-то люди всегда, всегда вот как-то... Ну, находился кто-то, кто помогал, поддерживал. Ну, и куда ты ходила на работу? Ну, я в основном ходила в какие-нибудь вот, либо вот это вот телевидение, где я там машинки печатала. Потом, до того, как уехать в Москву, один год я работала в санатории. Ну, тоже типа вот культурную программу какую-то для тех отдыхающих. Ну, как-то все... Потом сразу... Режиссер массовых представлений. Ну, ставик затеек. Я там тоже пыталась про поэзию говорить, но бедные эти отдыхающие. Ну, в общем, как-то нужно было сразу, видимо, на свою дорогу вступить. Я на нее вступила. А почему ты покинула столь дивный город Рига? Ну, потому что я русский человек. Потому что... Ты уехала именно тогда, когда все это вот стало... Да-да-да, совершенно верно. И что там просто невыносимо... Не в этом дело. Я все понимаю. Я как бы не против ничего. Просто в какой-то момент, когда я каждый день ездила 40 минут на электричке и все время была свидетелем всяких разговоров, ну, люди как... Один говорит по-латышски, другой по-русски отвечает. Это не проблема. Проблема в том, что они обсуждают. И это все становилось агрессивнее и агрессивнее. И в какой-то момент, когда я поняла, что когда там человек говорит, да вы там русский, там просто вот уже безапелляционно. Я сейчас встану и просто накинусь на этого человека. Я поняла, что мне нужно уезжать. Я не имею права здесь защищать свою русскость. А если я хочу быть русской, мне нужно ехать туда, где вот... И просто было уехать? Да, где я мог... Ну, как просто. Просто сложились вот течения обстоятельств. Так получилось, что через Елену Камброву я познакомилась с замечательным бардом вот Верой Евушкиной. И мы как-то сразу начали ездить вдвоем с концертами. Потом у Елены Камбровой появился театр, как бы официальная шапка. И вот уже около больше 20 лет я вот как-то под ее крылом... То есть, в принципе, как бы это... Оформлялась как перевод на работу, да? Ну, не как перевод. Это еще был Советский Союз, это еще было возможно. А потом все как-то поменялось и потихонечку менялось так. И уже потом мама переехала сюда, в Россию. Здравствуйте. Алло. Алло. Через космос тяжело. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите. Давайте побыстрее. Ксения, слышно меня, да? Да, да. Говорите, говорите. Быстренько говорите. Здравствуйте. Это Олега Самодедова. Я коротко, если можно коротко, хочу только поблагодарить. Просто как встаю, вы знаете, от души... Лена, большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Я поклонник тяжелого рока, но то, что я слышу сегодня... Спасибо. От души, от души. Большое вам спасибо. Удачи творческая и в личной жизни. Спасибо, спасибо. Почаще приглашайте таких людей. Пригодится и то, и то, и то. Почаще таких людей нельзя приглашать, потому что их в априории немного. Поэтому почаще, если только вот как-то с завидной регулярностью видеться. Что, в общем-то, тоже неплохо. Сонетик, следующая песня. Тоже стихи Иосифа Бродского. Хотя, на самом деле, наверное, другую песню мы хотели спеть. Давайте я другую спою. Да ради бога. Тоже Иосиф Бродский. Кстати, об Иосифе Бродском. Я вышла замуж в январе. Толпа там, что-то народу во дворе. А не знаешь историю? Чего это он вдруг от женского? А это вообще называется из старинных английских песен. Он же много переводил. А, понятно. И, видимо, как-то навеяло. Поэтому там целый цикл есть. Как бы английская народная песня. Ну, понятно. Ну, очень красиво. Очень красиво. Действительно, в английском стиле. А вот это тоже стихотворение из его... А что ты хочешь? А вот «Проплывают облака». Ага. Да, это тоже стихотворение из его российского периода. Я вообще пою, в основном, его здешнего. Как-то он мне здесь близок. Слышишь ли, слышишь ли ты В роще детское пение Над серебряными деревьями Звенящие, звенящие голоса Возле узких вершин В новых сумерках на мгновение Видишь сызного, видишь сызного Угавшие небеса Проплывают облака Проплывают облака И гаснут Это дети поют и поют Черные ветви шумят Голоса взлетают Между листьев, между стволов неясных В суберечном воздухе Их не обнять, не вернуть назад Только мокрые листья летят На ветру спешат из рощи Улетают, словно слышат Издали какой-то осенний зон Проплывают облака Эта жизнь проплывает, проходит Проплывают облака Это дети поют обо всем Проплывают облака Эта жизнь проплывает, проходит Привыкай, привыкай Эта смерть мы в себе несем Среди черных ветвей облака С голосами с любовью Проплывают облака Эта жизнь проплывает, проходит Дети поют обо всем Слышишь ли, слышишь ли ты В роще детское пение Блестящие нити дождя Переплетаются звенящие голоса Возле узких вершин В новых сумерках на мгновение Видишь сызного, видишь сызного Угасшие небеса Проплывают облака Проплывают, проплывают На дрожжи Где-то льется вода Только плакать и петь Вдоль осенних оград Все рыдать, рыдать И смотреть все вверх Быть ребенком ночью Только плакать и петь Только плакать и петь И не знать утра Где-то льется вода Вдоль осенних оград Вдоль деревьев неясных В новых сумерках пенья Только плакать и петь Только листья сложить Что-то выше нас Что-то выше нас Проплывает и гаснет Только плакать и петь Только плакать и петь Только жить Вот я никогда не поверю, если ты скажешь, что вообще все, чем ты живешь, это музыка и поэзия Хотя это уже немало Но все равно ты производишь впечатление человека разностороннего, любопытствующего, интересующегося всякими историями И пробующего себя в различных каких-то ипостасях, что ли Что еще согревает твою душу, помимо поэзии, музыки, что, конечно, немаловажно? Ну, книги, кино Это все туда Вот кино, давай Что за кино? Какое кино ты любишь? Вообще-то я, не знаю, я люблю Альмадовара Так Сокурова, Тарковского Вот такое Я даже вот не сомневалась, что ты сейчас вот назовешь именно это То есть ты такой эстестующий человек Ну, не знаю Я знаю, что очень много людей, которые говорят вот Тарковский, Сокуров А на самом деле они нифига в этом не понимают Просто вот это вот, как бы это Я не такой, как все, что-то Вот это, знаешь, чтобы блеснуть чем? Поумничать, что называется Вот, а по большому счету им абсолютно по барабану Что там, я не знаю, о чем там, чего Они вот покупают абонемент Я же помню, было очень много людей Когда первый раз пошел в кинотеатр «Ударник», по-моему, если я не ошибаюсь Ретроспектива Тарковского Я еще в школе училась И я помню вот это вот Ты мне, я тебе Вот эти вот все директора магазинов И все, достать этот абонемент А Тарковского я смотрю И книги тоже были Да-да-да, это вот женщина с Вавилоном на голове Вот это вот из магазина Вот она сидит и смотрит Зеркало Вот И все это совершенно невозможно Потому что просто в зале сидели люди Которые Я помню, я Мне было рано еще смотреть Я понимала только Рублева Вот Как бы Ну, может быть, чуть-чуть сталкера Я понимала Рублева Сталкера, потому что уже эти Соляристы я до сих пор не понимаю Вот Просто потом я уже смотрела Старше становиться Потому что тогда это было Господи, это мне было Лет-то сколько? Да в классе шестом я была Седьмом Вот, рано Но я видела, что совершенно То, что происходит на экране И кто сидит в зале Совершенно не знает Но я знаю точно, что они приходят К себе в кулинарию И говорят Вот вчера на Тарковском было И все такие Опаньки Вот это да Потому что ей по блату За колбасу Кто-то там еще что-то В те времена Расскажи, чем тебе нравятся Те режиссеры, которые ты Я не могу сказать, что я понимаю Это как бы из другой оперы Я вообще Естественно Как можно понимать музыку Ну то есть, наверное Есть люди, которые знают Что там внутри Как это какие-то Особенно которые занимаются То есть на какие-то твои штуки Какие-то вибрации у тебя происходят Какая-то вот просто Мне нравится Темпо-ритм Вот это 20 минут крупный план Помойка Что касается Альмадора Мне нравится его нежность Какой нежностью он вглядывается в этот мир Он рассказывает о страшных вещах Но везде Как бы вот В его рассказах Нежно страшненько Ну как-то он Он пытается разглядеть человека Это не И то, и другое Это не внешний взгляд Не поверхностный Как сейчас клип А как бы вот Когда ты вглядываешься И что-то такое тебе открывается Глубокое Вот потому что человек способен Ведь мы же не словами разговариваем Даже сейчас Мы как бы смотрим Другой-другой Но с чем-то еще разговариваем И слова, конечно, это очень важно Особенно для телевидения Как бы, да И для радио Для радио важнее Но тем не менее В телевидении можно сидеть Час-пятнадцать и молчать На тебя будут смотреть Рассматривать твои ботинки Юбку, гитару Просто рассматривать Ботинки, между прочим Столько дорог прошли Я их в музей потом сдам Верю Верю Потому что я таким Музей-бродяг Их скорее выкинешь Чем они сносятся Они скорее Это просто Это мои друзья Такая скрытая реклама Нет, нет Я просто У Глена Гульда Помните, был стульчик замечательный Да, да, да У меня как бы вот Мои друзья Да, это уже такие живые существа Ну вот И Дело в том, что я думаю Что проблема Для меня, во всяком случае Вот в сегодняшней жизни Вот то, что Она пролетает Ты ее даже не замечаешь Именно из-за того Что вот есть Вот этот ритм сумасшедший И нет возможности Внимательно Вглядеться Думаю, что даже Не в этом дело А когда Тебя что-то цепляет Что-то цепляет То ты, естественно В это внимательно Вглядываешься И там держишься Пока не вглядишься Да, в это Как влюбленность такая И вот это вот и есть Вот влюбленный взгляд В мир Есть у этих режиссеров Мне кажется И вот этот Еще темпоритм Когда ты вдруг Останавливаешься И вот на тебя Нисходит вот эта благодать Какое-то счастье Вот не почему Вот просто так Как дар Как в храме Как у бросков Да, чистосердечный дар Вот просто Такое Очень важные слова сейчас Очень важные Какие-то штуки Такие какие-то Неуловимые Тонкие такие Простые тонкие вещи Сейчас, наверное, вы заметили Я уж теперь и не знаю Что ты будешь петь Ну, опять Бродского Да, тоже Ранний Бродский Угу Маленькая моя Я грущу А ты в песке Скок-поскок Как звездочку Тебя ищу Разлук Как телескоп Быть может С того конца Заглянешь Как Левенгук Не разглядишь лица Ну, слышишь Ну, слышишь Стук Стук Это в медвежьем углу По воздуху По стеклу Царапаются кусты Постугивает во тьму Сердце Где проживаешь Ты Помимо Жизни В Крыму Туриру Ты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok С которыми общаешься и у которых учишься Чем тебе хотелось Попробовать сделать что-то такое? В жизни? Ну, наверное, все-таки в жизни А в чем еще? Ну, много чего Я бы хотела научиться танцевать, рисовать Когда-то я мечтала быть фотографом Но просто Быть Всем этим, это нужно как бы посвятить Этому жизни И поэтому меня уже выбрала песня Даже не в гитаре дела И поэтому Отвлекаться на что-то другое Вот так вот Для того, чтобы это серьезно глубоко туда уйти Пока не получается Ну, видимо, таким образом ты на второй вопрос сразу ответил Потому как второй вопрос Из этого Блока Словесного Звучало тем, что кому ты могла бы позавидовать Кто Что-то умеет делать Чего не умеешь Ты Вот Это, видимо Кто фотографирует Рисует Да? Танцует Я еще позавидовала бы тем, кто играет Как в Испании Фламенко Я тут Новую певицу для себя открыла Я вообще меломан Я обожаю вообще Именно песенные голоса Маутина Мартин такая Она певица фламенко И вот Как бы очень часто с ней выступают Естественно Супергитаристы И танцовщица фламенко Ох, это вообще Вот это вот Вот так вот разговаривают телом И языком Да, и гитары Как это делают Они, конечно Ну, разве что можно Их, наверное, поконкурировать Они могут С индийским кино Вот это все Ну, это же тоже язык Это все же язык тела Да, да, да Вообще, что касается Мировой музыки Это же потрясающие Просто кладезь Ну, не просто для радости Да, еще И мастер-класс такой Если это Португалия Это фадо Фламенко Мексиканская песня Вот я рассказывала Чавала Варгас Потрясающий певец Кстати, вот о Чавале Варгас Очень интересно расскажу Я была на ее последнем концерте Когда я была 89 лет И вот это было Я с ума сошла 90 лет женщине Да, 89 лет Последний концерт Ну, действительно Сейчас она уже Уже в колясочке ездит Но, тем не менее Там такая турбина От человека Такая мощь идет У нее очень интересная судьба Значит, она родила В 19-м году Она ровесница Как бы революции почти Ну, это потому что У них революция Чуть-чуть раньше Чем у нас была Все равно она там Скакала на конец Стреляла за револьвера Носила мужскую одежду Своего мексиканского Ленина Видела Ну, в общем, да Да-да-да Оближила со всеми Там тоже Революционерствующими Художниками Вот Фриде Кало Диего Ривьера И так далее Вот И, в общем, была знаменитая личность Всей Латинской Америки Испаноязычной вообще всего Там в мире Естественно, Испании Прекрасно всегда пела Вот народные Мексиканские песни Писала свои И дальше история разворачивалась Так, значит, что Где-то после 50 лет То есть она ушла в депрессию Я думаю, что это еще связано С образом жизни Богема Потому что выпивают Они в Мексике Примерно как наши Но там много всего Да Ну, в общем И как бы она ушла В такую депрессию Выпивание там не самая Так сказать Популярная история Тем не менее Там как бы они Наши, конечно, круче Но тем не менее Там как бы есть у них Такой богемный момент Особенно в то время До 60-х Там как бы там Потом появились наркотики Я имею в виду в богеме В народе это Там другой уровень всего этого Там это нужно Для общения с Богом Вот А здесь просто Это вот как бы Ежедневные там Какие-то праздники Встречи, праздник И вот человек ушел В запой на 17 лет Оооо Какая красавица И дожила до 90 Более того Нет, там дальше История разворачивалась так Все думали, что она умерла Потому что человек, который имел Там, ну не знаю Было 4 машины в мире Одна из них была, например, у нее. За эти 17 лет она потеряла все. Она жила в комнате у какой-то своей бывшей прислуги. Потом, значит, в какой-то момент она вдруг вышла из дома, ну, как бы утром, как обычно, в ближайшему бару, чтобы начать день. И она поняла, что все дальше так. Жить нельзя, можно что-то сделать. И она вместо там, с этой стороны, пошла в другую, в другую таверну, где она обычно, потому что там поют в тавернах. И хозяин таверны сказал, можно я буду у тебя снова петь? Говорит, давай. И вот таким образом началась как бы ее новая судьба, уже где-то к 70. В этот момент ее встретил Альмадур. И как бы взял, во-первых, свои фильмы, потом, значит, сделал ей вот как бы возвращение в Европу. Первое турне по Европе через 20 лет. Как бы она вернулась. Потом, значит, у нее обнаружили в страшной степени вот рак. И она уже попрощалась со своими друзьями, уехала в свою индейскую деревню, она из индейцев, умирать. Там, значит, ее не просто вылечили, а приняли в Сан-Жрице. То есть она еще сама может лечить. Обалдеть. Времени очень мало остается у нас. Хочется еще... Да, нет, просто судьбина. Да, я бы слушала и слушала. Нет, а я сделаю вывод какой. Иногда для того, чтобы обрести следующую жизнь, новую, и, быть может, более счастливую, иногда надо немножечко умереть. Не немножечко, а для художника, как правило. Из Германии звонят. Послушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, говорите. Алло, добрый день. Да, добрый день. Я сейчас в эфире? Да, 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 да. Говорите, говорите, говорите. Мало времени. Да, добрый день. Александр, Германия. Я очень хотел бы сказать огромное спасибо Елене и Ксении, что вы за выбор. За выбор. Прекрасный. В общем, прямо у меня слов нет. Настолько вы русская. Я живу в Германии, но вы настолько русская, что трогает просто за душу, умная. Абсолютно потрясен вашим талантом. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. В Германии привет, там не замерзайте. Спасибо за хорошие слова. Так, времени у нас остается, в общем-то, на две песни. Поэтому твой выбор. Ну вот я и спою как раз песню, которая связана с Чавалеваргас. И она меня привела в Мексику. И я имела честь ей спеть даже эту песню. И вот была она в последнем ее концерте, который меня потряс. Я думаю, что больше ничего такого в жизни я не услышу. Потому что мне кажется, что это уже не человек пел, а сама природа. Или так земля разговаривает. Ну, если у кого-то есть желание, вот Чавалеваргас можно найти, я считаю, что это надо слышать. Я думаю, что многие слышали в фильме Фрида, вот она пела. Вот это посвящение Чавалеваргасе еще одной певице из Бразилии, Мария Бетания. Солнце мое, Бетания, Нежность моя, Испания. В небе от боли белом Плачет звезда Чавалеваргасе. В море поет волна Сердце мое без дна. Знаю, что это время Спрячет и это счастье. Высушит это море, Вылечит эту сушу Только живую душу Песню мою не тронет. Так улетай же, Слышишь, Песня моя, Выше, Выше, Выше любой доли, Выше моей доли, Выше моей страсти, Выше любви, Выше любви счастья, Выше всего, Выше туда, где поет, Слышишь? Солнце мое, Бетания, Нежность моя, Испания. В небе от боли белом Плачет звезда Чавалеваргасе. В море поет волна Сердце мое Сердце мое Сердце мое Сердце мое Поет. Спасибо. 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 А, это же твоя песня, да? Да. Великолепные стихи, прекрасные стихи. Я просто к тому говорю, что ты больше как-то практикуешь именно на, как композитор, да? То есть берешь стихи, так сказать, проверенные временем и так далее, и так далее. Да, я думаю, что дело не в том, что я предпочитаю, а просто мой путь. Я, когда вхожу в мир поэта, я что-то для себя открываю. Я как не исследователь даже. Во-первых, там есть энергия, музыка. Ну, это как такое, не учеба, не мастер-класс. А когда свое, то ты ничего для себя не открываешь. А это уже просто как бы я прихожу с грузом как бы песен на стихи поэтов, и, естественно, как бы прорывается иногда свое, но оно связано. То есть мое основное все-таки, мое основное путешествие или основная там работа, или жизненная вот как бы задача, или то, что внутри, все-таки связано с русской поэзией. Вот ведь как странно, да? Вот как странно. Потому что обычно, ну, как вообще вот барды, да? Это наоборот, вот я написал, вот это мне, это мое. Ну, есть чего. Мне нужно, видимо, набрать чего. Откуда это должно быть? То есть нужно, чтобы здесь что-то был, здесь, здесь, везде. Иногда для кого-то, кто-то рождается с таким грузом, что... Какая пропорция вот твоего репертуара, вот, не знаю, пропорция твоих песен? Больше на стихи, да. Потому что я иногда погружаюсь на год. Один к трем или как? Ну, так, если подойти с ухом и тематичь. Ну, так, четыре диска, допустим, вот своих и все остальные. А, и остальные двадцать шесть, и остальные двадцать шесть. Ну, остальные не двадцать шесть, но там какой-то там десять, допустим, да. А люди, особенно творческие, да любые, да все, все люди творческие, на самом деле, если они что-то делают, они ковыряют там в носу, вот. Они либо себя ругают, либо себя хвалят. Вот ты какой человек? Тебя что стимулирует? Там, соберись, тряпка, или ай, какая я молодца. А вот я сейчас взяла и посуду-то помыла. Ах, какая я красавица. Вот. Ну, не знаю, я себя, конечно, ругаю, но мне очень важно, чтобы кто-то меня поддерживал. Тебе важно, чтобы сама себя ругаешь, но чтобы кто-то тебя... Да, потому что я с чувством вины у меня все в порядке. Это как раз, так сказать, врожденные, видимо. А вот поддержка нужна, поэтому я ее как бы вижу, чувствую. Я очень рада нашей, несказанно рада нашей сегодняшней встрече. Рада, что ты в полном здравии, в хорошем творческой форме. Желаю тебе всего самого наилучшего. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча не последняя в этом году. Спасибо. С вами-то завтра увидимся. Всегда ваша, Ксения Стриж. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»